К потере имущества, слезам и другим последствиям ведут долги за коммунальные услуги. Рейд по квартирам неплательщиков прошел в Люберцах на улице Попова. Как быть, если задолженность выросла, а рассчитаться пока нечем, узнавала наша съемочная группа. Супруга моя. Супруга? Это компьютер чей? А, документы есть? 83 тысячи рублей должен заплатить за коммунальные услуги Андрей Сверской. В результате его жена лишилась компьютера. Для возврата имущества долг нужно погасить полностью в течение 10 дней. Иначе компьютер будет продан, а вырученная сумма пойдет в счет долга. Никаких отключаем. Нет, нет, нет. Я не собираюсь ничего делать. Это не мое. Нет, 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 я сказала. Не будем заниматься. Переломом ноги и увольнением с работы объясняет Андрей Любимов долги за коммунальные услуги. Из-за регулярных долгов набежали пени. Теперь супругам нужно выплатить более 136 тысяч рублей, чтобы получить обратно конфискованный телевизор. Вы знаете, что у вас долги за коммунальные услуги есть? Да, но мы платим по 9 тысяч. Текущие платишь? Сверх текущие? Сверх мы платим. Мы не хотим доводить сами до исполнительных производств, но большинство, к сожалению, игнорирует и приходится применять такие вот мероприятия. Не только лишением собственности опасна неуплата коммунальных платежей. Сегодня есть и другие рычаги воздействия на должников. Например, злостный неплательщик не сможет выехать из страны. Также управляющая компания имеет право отключить в квартире газ, электричество и горячую воду. Не доводите до мероприятия взыскания вашего имущества, реализации вашего имущества с торгов. Приходите к нам в управляющую компанию и решайте все вместе с нами. О долгах за коммунальные услуги можно узнать на портале Федеральной службы судебных приставов. Если в отношении вас ведется исполнительное производство, лучше явиться лично по адресу улицы Кирова 55 и попытаться найти решение вопроса вместе с сотрудниками службы. Если у вас есть доходы какие-то, платить в добровольном порядке, какими-то частями, либо процентами, чтобы вам обратили взыскание на заработную плату, на пенсию или остальные доходы, которые у вас имеются. Если долги за коммунальные услуги уже накопились, шанс решить проблему в досудебном порядке все равно есть. Главное не оттягивать и не игнорировать уведомления управляющей компании. Мария Кузьмичева, Анастасия Юшкевич и Сергей Гвозев. Телеканал ЛРТ.